С момента возникновения Земли С момента возникновения Земли у неё всегда был один единственный спутник — Луна. Однако ровно 60 лет назад появился второй. 4 октября 1957 года на орбиту отправился сверкающий шарик весом 83 килограмма. Так началась космическая эра в истории человечества. Исаак Ньютон рассчитал, чтобы преодолеть планетарное притяжение и вывести снаряд на устойчивую орбиту, нужна огромная скорость. В случае Земли это примерно 8 километров в секунду. Изобретатели долго не могли придумать, как этого добиться. В начале 20 века Константин Циолковский предлагает использовать для этой цели ракету, приводимую в движение реактивным двигателем на высококалорийном топливе. А в 20-х годах немецкий учёный Герман Оберт пишет книгу, в которой описывает принципы создания такой ракеты. На основе его разработок в Германии во время Второй мировой создали первую баллистическую ракету «Фау». Это были неуправляемые и крайне ненадёжные аппараты. Зато после войны немецкие разработки попали в руки советских учёных. Под руководством Сергея Королёва «Фау-2» превратилась в «Р-1», а через 10 лет СССР построил первую межконтинентальную баллистическую ракету. В 1955 году американцы заявили, что собираются запустить первый космический спутник. Королёв предложил Хрущёву опередить США. Ведь ракета «Р-7» годилась не только для доставки ядерного заряда, но и для запуска полезного груза на орбиту Земли. Поздно вечером 4 октября 1957 года на полигоне у станции «Тюратам», который потом назовут Байконуром, произошёл старт. И уже через 5 минут простейший спутник-1 подал радиосигнал с орбиты. Шарик с четырьмя антеннами начал своё первое кругосветное путешествие. Оно заняло у него 96 минут. А за три месяца он успел его совершить 1440 раз. Спутник можно было наблюдать с Земли в бинокли и подзорные трубы. Его сигналы могли слышать радиолюбители в любом уголке мира. Через месяц СССР отправил второй спутник, уже с собакой на борту. А скоро искусственный аппарат запустили и США. Началась космическая гонка. Мы первыми отправили человека в космос. Американцы высадились на Луну. За несколько десятилетий на орбиту было выведено более 6600 искусственных объектов. Сегодня над нашими головами летают сотни космических аппаратов. Эти устройства радикально изменили нашу жизнь. Они фактически отменили бумажные карты. Точный план местности и свое местоположение мы в любой момент можем найти в телефоне. Спутники наблюдают за циклонами и антициклонами, помогая синоптикам делать прогноз погоды. Они следят за распространением пожаров и ураганами, спасая тысячи жизней. Благодаря спутникам можно опубликовать фото с вершины Эвереста или из самого сердца Сахары. И это только начало. Уже существуют сверхлегкие нано- и фемтоспутники. Тысячи таких устройств помогут вам найти потерявшуюся собаку или украденную машину, следить за вывозом мусора и строительством дачи, сделают быстрый интернет доступным в любой точке планеты. И все это возможно благодаря тому, что 60 лет назад первый спутник отправился в космос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok